Добрый день, дорогие друзья! Вы смотрите канал Мы Живем в Латвии. Сегодня у нас уже понедельник, 28 августа. Ну, естественно, 2023 года. Хочу рассказать вам, что происходит у нас здесь с рынком жилья. Какие цены, сколько платить надо в банках, какие там проценты и так далее, и так далее. Давайте разбираться, друзья, потихонечку, понемножечку. Да, кстати, сейчас идет очень сильный ливень. Дожди просто проливные непосредственно в нашем городе Елгава и Елгава. Перехожу к новости. Жилье не по карману. На рынке недвижимости начинается спад. В связи с продолжающимся ростом ставки Эйри Бор, возможности приобрести недвижимость ухудшились. Повторяю, это мы живем в Латвии, и канал так называется. Особенно это касается сегмента новостроек и ипотечных заемщиков со средним достатком. Из-за удорожания жилья и кредитов, такие покупки им больше не по карману. Это сообщает Лето. Это сделано более привлекательным рынком, привлекательным рынок арендного жилья. По крайней мере, в краткосрочной перспективе. Согласно данным земельной книги, за 7 месяцев этого года, количество сделок по продаже и купле недвижимости сократилось на 13%. И является самым низким показателем за последние 5 лет. Рига и столичный регион по количеству сделок вернулись примерно на уровень 2020 года. По сравнению с январем и июлем прошлого года, количество сделок в Риге сократилось на 8%. В окрестностях столицы на 18%. Говорит директор отдела консультаций компании Коллиерс Агия Верденя. Ну, может быть, я немножко ошибусь в названии. В общем, вы поняли, друзья. Это говорит Агия Верденя. Это вызвано удорожанием ипотечных кредитов. Послушайте внимательно. Влиянием инфляции на сбережения. А также общим настроением населения и отсутствием уверенности в завтрашнем дне, друзья. Вот чем это обосновано. В настоящее время невозможно выделить какую-то одну главную причину, поскольку проблема носит комплексный характер. Ну, еще бы мы не знали этот комплекс. Ой, какой большой, друзья, что туда в этот комплекс сходит. Рост ставки Эйребор и высокая стоимость строительства особенно сильно сказывается на сегменте новостроек. Еще год назад семье, которая хотела приобрести двухкомнатную квартиру в одном из новых проектов столичных микрорайонам, по расчетам коллиерс пришлось бы ежемесячно откладывать около 310-320 евро на выплату только кредита, друзья. Это 310-320 на выплату кредита на новую квартиру. А для первого взноса, вот теперь еще внимательнее, для первого взноса потребовалось бы около 15 тысяч евро. В этом году первый взнос увеличился уже на полторы тысячи евро. И ежемесячные платежи увеличились аж до 530-540 евро. Вот такие ценники, друзья. Я как-то хотел вам это объяснить и рассказать. Ну вот, наконец-то я вам рассказал. Ну, эта новость довольно-таки свежая, друзья. Вот буквально несколько дней назад. Вот такие вот у нас цены. Повторяю. Жилье не по карману людям. И на рынке недвижимости намечается спад. Да, друзья, еще раз напомню. У нас идут сильные дожди. Я в том начале уже сказал, да, погода. Ну, вроде бы как бы тепло в районе 18-20 градусов. Но проливные такие. Ветер усиливается непосредственно сегодня, 28 августа. А так они вот буквально... Вчера только воскресенье. Более-менее погода нормальная была. Солнечного дождя не было. Может быть где-то по Латвии дожди вчера их листали. Но в нашем городе нет, не было. Ну, где-то 18-20 пока вот сейчас стоит градусов. Периодически такие. То ливень такой, то мелкий, то ливень такой порывами. Замучило. И вот кто смотрит наше строительство... Вот я недавно выпустил видео. Сегодня утром мы опять встали. Семочка меня разбудила где-то около пяти часов. Я посмотрел, вот одну скважину я забурился. Ну, где-то на 50 сантиметров. Полная. Воды прям стоит море. Ну, там пришлось брусчатку поднимать. Знаете, там мы диагональ мерили с Натальей. И диагональ. Это я сейчас после новости немножко вам расскажу. Про свой строительство. Да, вот кто постоянные подписчики, большущее вам спасибо. И зрители наши все. Ну, зрители, если не трудно, подпишитесь, конечно, на наш канал. Поставьте лайк. Так вот, мы вчера, именно в воскресенье, вот выбрали. Просто вырвались. Бегом, бегом. Я еще прогноз посмотрел. Гесметио. Нет, вроде бы не будет дождя. Ой, слава богу. Диагональ, друзья, вот так вот. Чтоб не поставить там этот навес. Ну, более-менее прямо делаем. Там плюс-минус. Там один сантиметр, где-нибудь полтора. Может быть, в ноль. Стараемся в ноль вывести диагональ. Ну, не хотим вот так вот боком. Знаете? Кто понимает, тот понимает, друзья. Правильно? Горячку не надо пороть в таких вещах. Вот. Выставили. Диагональ выставили. Все более-менее нормально. Почти в ноль, друзья. Почти в ноль. Все наши ямки полные воды. Грунтовые воды не дают покоя. Они до такой степени поднялись высоко. Я забуриваюсь. Вот сейчас непосредственно я вам напрямую рассказываю. Забуриваюсь где-то на 50 сантиметров. Все. Начинает чмокать там. Вытаскиваешь, когда этот бур. Сначала идет земля, почва такая черная, чернозем. А потом, когда вот к песку подходишь, а чернозем у нас, ну да, полметровый, очень толстый. Местами даже больше, до 70 сантиметров чернозема. Да-да-да. А потом идет, вот до плывуна песок. Такой светлый-светлый белый песок мы его называем. Желтый местами белый. Все, вода пошла, вода пошла, 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 пошла. Опа, до половины. Метровые сваи туда, я муровую, я имею в виду, бетонирую. Бетон, это состоит из цемен, песок, хороший песок, строительный песок, без всякой глины. И маленькие камешки попадаются. Плюс щебенка, мелкая, крупная. Вот четыре компонента. Ну, в среднем три. Крупная, это может быть поверху, где сильно, вот когда брусчатку подняли, пространство, пустые пространства, я размешиваю с этим раствором. Да-да-да-да. Да, друзья, и не жалею цемент. Можно сказать, один-двум, а местами даже один к одному. Потому что щебенка, песочек, ну, один-двум, один-трем, как минимум. Цемент супермарки 500. Вот, друзья, вот такие вот новости. Да, вот как раз, видите, про строительство нового жилья, и я вам рассказал про строительство нового нового леса. Задерживается, очень задерживается. Возможно, до мороза будем строить, а что делать? Ну, спешить в таком случае никак не нужно. Дожди не дают. Вот самая главная причина, дожди не дают. Просто не дают дожди. Вот я за сколько дней всего три сваи забетонировал. Всего лишь, представляете, вот кто нас смотрит постоянно, я уже сбился со счета, сколько дней. Ну, в день по одной сваи получается. Да, друзья? Не дает дождь. Все. Заканчиваем свое видео. Наташа сейчас на работу. Как раз встала. Да, 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 друзья, да. Времени сейчас 8 часов 18 минут. Так что звоните, я вам скажу, сколько времени. Друзья. А мы не унываем. Да, еще раз скажу я вам, Господи, добавлю. То насос сгорел у нас, гидрофор. То авария произошла у нас, где скважина. Там тоже на соединении, вот где угол. Господи. Ну, пластик, там резинки или что, сами знаете, имеет свойство рассыхаться и так далее и тому подобное, друзья. Там всякие вставки, прокладки. Ну, в общем, да. Работенки нам тут добавилось. Еще тормознуло. Ой-ой-ой-ой-ой. Насос сгорел. Его заклинило. Дым пошел. А что делать? Гарантия всего два года. А у него уже три гарантии по сроку прошло, если не четыре. Ну, пускай даже три по сроку, имею в виду. Все. Не годится. Пришлось покупать новый. Ну, благо, скидки кругом ничего. Где-то, да, 99 евро стоил 100 с лишним, не помню. То 130, не то 140. Ну, не в этом суть-то, друзья. Ну, да, то-то поменять надо было, потом копать надо было опять на глубину, где-то в метр. Да. Где скважина. Вот он нас смотрит постоянно. Я просто добавляю. Вот кто сейчас видео видел, где мы с Семкой на террасе. Да, поработали, поработали. Много-много Наташа. Моя Наташечка. Это вообще без нее я, друзья, ничего бы не сделал. Мы всегда вдвоем. Друг другу помогаем. Друг другу жалеем. Ну, Наташа. Друзья, я не оправдуюсь. Я просто говорю. Вот хотел закончить, никак не могу закончить. Кто смотрит постоянно и давно. Вы знаете, что меня скрутило. Будь она не ладно, это болезнь. Позвоночника. Я вообще, ну, вот, явно подписавшись, я год лежал вообще в постели. Наташа за мной ухаживала. Я не мог двигаться. Вставать я один не мог. Вот вы ей даже не поверите. Я сам теперь уже вспоминаю и не верю. И, конечно, благодарю врачей. Врачей, ну, называть фамилии, конечно, не буду, друзья. Ну, всех и семейных врачей большое спасибо. Специалист, семейного врача. Специалистов всех. Страданья. Больницы Страданья, да. Очень благодарен. Всем комиссиям нашим здесь у нас в Елгаве уже, где психбольница тоже. Ну, когда я все это начинал проходить и дальше и дальше меня обследовали. Очень благодарен я всем нашим врачам и, повторяю, специалистам и семейного врачу отдельная благодарность, конечно. Большое спасибо. Да, следят, конечно, за мной. Ну, как следят за мной? Ну, за здоровьем, естественно. И это для мной подписавшийся. Может быть, кто-то и прослушал наши давнишние подписчики и зрители. Мне присвоили. Все. Теперь уже пожизненно, друзья. Ну, вот к чему я колоню. Наташа мне помогает вообще. Я говорю, ничего бы не мог бы делать. Ничего не мог делать. Один. Как? Как? Все тяжести ложатся на плечи. Ну, как? Я стараюсь тоже. И она тоже. Я поднимаю. Она тоже поднимает. Ну, как? А как иначе? Кто поможет? Вы скажете, да бросьте плюньте, ничего не делать. Ну, как? Почему мы должны бросить? Ну, вот если сможем, так можем. Все, друзья. Через силу, да. Болит все. Ну, раньше было. Я вот замечу, я чем больше двигаюсь, чем больше я активней, активно, ну, там делаю все, двигаюсь. Ну, кровь играет, там мышцы работают, а вот я сейчас вам показываю, само все в кулак сделать, вот полностью сжать. Я не жалуюсь, друзья. Я вам рассказываю ситуацию, нашу жизнь. Вот такие у нас ситуации, в такой живем мы, исправили все, сделали. Все. Ну, я говорю, благодаря Наташе. И выкопали наравне все с ней, и закапывала она в основном все. Я чуть-чуть только начал, там она. Ну, а я в другом месте работаю, я сам понимаю. Вот так у нас, вот это говорит о том, что бывает, смотрите, в своем доме много плюсов, но бывает, когда надо же ухаживать за чем-то. Вот что-то, ремонт на свой счет, пожалуйста. Ну, конечно, эту тему можно развить и дальше было. Вот где-то какая-то авария, насос, хоп. Ну, ладно, благо я все, закрытыми глазами, быстро, моментально, все знаю, где, как делать, все соединить, все, буквально все. Ну, я не хвалюсь. Ну, надо быть мужчиной, правильно? Если ты живешь в своем доме, ты просто обязан все знать и уметь. Если ты не умел раньше, ты должен за это время научиться у кого-то спросить. Ну, сейчас, друзья, мы в таком веке живем. Компьютерные технологии открывайте, находите. Как я. Открываю в интернете, у гугла спрашиваю, в ютубе посмотрел, все, чик-пик, все готово. Все на блюдечке преподносят, друзья. Вот к чему я говорю. Ну, что вы должны сами это все исправлять. Ну, если у вас денег море позволяет, пожалуйста, вызывайте сантехника. Они вам за деньги сделают все, если вы сами не умеете. Ну, а я делаю все сам. Все абсолютно сам. За исключением некоторых там вот что-то привезут, что-то тяжелое, огромное. Конечно, надо кого-то просить. И вот раньше в Англии жили все наши сыновья. Все наши сыновья. А их у нас море. Два сына, да. Да, да, да. Вот. Они жили в Англии. Приходилось, конечно, нанимать машину, заказывать, платить деньги, естественно. Ну, что, могли сами привезти, привозили сами. Ну, сейчас поехали. Купили насос. А что там? Бросили машину его. Ну, поставили, привезли. Я поставил, установил. Все. Мы с водой. Ну, исправили ту аварию. Неисправность. Ну, и все. Готово. А теперь дожди не дают нам работать. До свидания, друзья. Всем большое спасибо. До следующих видео. Приятно было с вами побеседовать. Пишите комментарии. Ставьте лайки. Подписывайтесь, кто не подписан на наш канал. Желаю всем здоровья, счастья, благополучия, мира добра и дружбы международными. Не устану повторять, друзья. До свидания. Всем спасибо. Продолжение следует.